Шесть путёвок в Малые Хаджи и 50 тысяч рублей. На фестивале были разыграны множество крупных подарков от спонсоров. Шамиль, я спешу вас обрадовать. Вас сейчас слышат все, кто собрались здесь на ипподроме. Дело в том, что вы стали обладателем путёвки на Малые Хаджи Умра от АЗС Оригинал. Я вас поздравляю. Эти аплодисменты вам звучат. Однако самым главным призом вечера был объявлен автомобиль. С надеждой его выиграть здесь собрались жители со всех уголков Дагестана. И вот из барабана достают купон, где указан номер и имя победителя. Похлопайте! Громче! Ещё громче! Ведь выиграла женщина! Магомед Алиева Бадрисат! На душе очень радостно. И что сказать, даже не знаю слов. Не ожидал, конечно, не ожидал. В перерыве между розыгрышами проходили состязания. Скачки на лошадях. Всего было шесть заездов. В них участвовали лошади дагестанской и арабской породы, а также чистокровные английские. Отдельный забег прошёл среди иноходцев. Конечно, это огромное мероприятие, огромный вклад в развитие дагестанского конезаводчества. Что есть ипподром, где могут испытываться лошади, развиваться, переходить на лучший уровень. Победителям и призёрам скачек вручили денежные призы, памятные медали и грамоты. Жакелевы, хозяев верховых животных, лично поздравляли спонсоры мероприятия. То есть вы первый раз принимаете участие и сразу так первое место? Да, я-то не сравнил с ним, лошадь уверена была. У меня сомнений не было. Первое место, конечно, для всех, это многое значит. Тем более, лошадь выигрывает, даже с вами невозможно это передавать. Это эмоции. На фестивале была организована и ярмарка дагестанских ремесленников, фермеров и предпринимателей. Свою продукцию здесь выставили более 50 хозяйств. Было интересно всем рассказать, что собой представляет каждая группа, каждые вещи, которые здесь есть. И мы видели неподдельный интерес всех людей. Они все подходили, они все спрашивали. Это было очень мило. Руководство ипподрома намерено и дальше продолжать радовать жителей республики такими мероприятиями, цель которых объединение многонационального дагестанского народа и пропаганда здорового образа жизни. Такие мероприятия, конечно, в первую очередь для нас нужны, чтобы возродить наши традиции, наши обычаи. Молодежь в основном подзабываем. Завершился фестиваль Ивтаром. Все желающие смогли отведать главное угощение праздника – вкусный узбекский плов. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Инсана». Патима Тханапова, Нурмагамед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.